Все, загрунтовали мы машинку. Сейчас я вам покажу. Такой вот я грунт купил. Машину скурить, поклевку все вывели, как могли. А вешаем двери. Сейчас с той стороны еще сиденье осталось, переднее повесить. Делаем семерку, уже ее собираем. Народ, всем привет еще раз. Наступил третий день у нас нашего нового проекта. Делаем мы семерку, уже ее собираем. У нас что осталось, нам нужно ее зашкурить. Где-то какие-то проблемы есть. Рыжики зашпаклевать, загрунтовать и покрасить автомобиль. Потом будем уже смотреть по ходовой и так далее. Что какие есть причины. Чтобы машину можно было отдать на продажу, как бы не стыдно было. Салон уже начали собирать. Сейчас пороги все вот это загрунтуем, антигравию положим и начнем шпаклевать, делать машину. Поэтому еще нужно промазать низ, где варился. Ну вот как-то вот так. Пороги мы антигравием покрылись, снизу все промазали. Собираем салон, вешаем двери. Сейчас с той стороны еще сиденья осталось переднее повесить. Вот. Собираем салон, вешаем двери и готовим к покраске машину. Совершено убийство. Вы понимаете это или нет? Ну что, ребят, все. Собрали мы машинку. Полностью салон весь собран. Сейчас мы повесим двери и будем готовить ее к покраске. Я уже начинаю готовиться. Взял шкурку, зарядил компрессор, шланг протянул. Сейчас мы будем шкурить. И заниматься уже подготовкой к покраске. Ребят, есть у меня еще в процессе, не знаю, может быть, с этим проектом машинка немного затянется. Там пару дней, там, ну не за 5 дней, там 7-8. Ну еще точно неизвестно. Потому что нужно сделать ворота. Пока у нас температура такая примерно где-то 10 градусов, ночью там 5. Еще не особо прохладно, но поддувает. И я хочу заменить ворота. Поэтому пока неизвестно, когда это будет. Но пока я занимаюсь машиной. Сегодня человек приедет, может быть, попробуем сегодня заниматься воротами. Так что, если что, уж не обессудьте. Так, ну что, начинаем мы подготавливать машину к покраске. Вторая часть второй машины. Сейчас человек приедет, поможет мне дверью накинуть. И мы продолжаем заниматься подготовкой к покраске. Вот мы уже начали. Сошкуриваем сейчас. Ржавчинки, где все зашпаклевываем. Все аккуратненько, все делаем. И погнали всю машину. Делать, шкурить автомобиль. Багажник. Короче, уже задняя часть почти вся готова. Фары надо будет снять. Или мы, может быть, и не будем их снимать, заклеим. Вот. С этой стороны. Зашкурили. Сейчас начнем крышу. Потом перед. Ну и двери останутся. Дверь еще попозже мы сделаем. Повесим. Ну что, в принципе, фу, осталось не так уж и много. Я не знаю. Думаю, может быть, сегодня вечером, сегодня допоздна, если побыть. Может быть, попробовать ее загрунтовать. Сама машина ровная. Ям таких мятин особо нету. Там, ну, парочку, может, есть. Их можно зашпаклевать, вывести. Вот. А так, в принципе, машина как бы ровная. Ржавчинка есть, естественно. Надо будет зашпаклевывать, чтобы... Ну, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, может быть, сегодня попробуем что-то решить. Повесили мы двери. Ну, где-то часика через полтора. Начинаем их шкурить так же. Все. Давай. И продолжаем готовить покраски. Вот она точила наша. Осталось капот, крыло то и две двери. Остальное все зашкурил. В принципе, она более-менее ровная. Машина особо... На ней шпакле не будет. И что меня удивляет, то, что машина в родной краске. Не красилась. Вот где я не шкурю, сразу же идет грунт и металл. Вот, типа того. Везде только. Ни шпаклевки на ней, ничего. Ни с дверей, да. Немного такой подгнил. Но это ничего страшного. А так... Без проблем вообще. Нужно снять вот этот... Карту вот эту снять и выпрямить вот эту дверь. Вон, видите? Здесь дверь. Замята. Вот, надо с той стороны подбить, выпрямить. И все. А так все более-менее нормально. Что там? Продолжаем заниматься ВАЗ-2107. Сейчас кофейку попьем. И продолжаем заниматься. Нам осталось зашкурить две двери. Извините. Здорово. Крыло и капот. Можно к тебе? Что-то... После этого надо ее будет протирать. Смотреть, где ямки, где что. На двери я вам показывал. То, что там мятина. Как на предыдущей семерке. Также мы будем... Сейчас скрывать дверь. И будем с другой стороны долбить, чтобы дверь хотя бы более-менее выпрямить. Также будем ее зашпаклевывать и выравнивать. По кузову, в принципе, я скажу так, что особо шпакли не будет. И машина в родной краске. Я вот ее шкурю, и машина в родной краске. Получается, это вторая будет краска, которая на нее наложит. Шпакли тоже будем стараться меньше ложить. Но, в принципе, ее здесь и некуда ложить. Шпаклевку, потому что ям особо нет. Ни сколов, ни ям, ничего такого. Есть где-то рыжики, но мы, короче, все сделаем как надо. Вот осталось дверь переднюю нам сделать. Выпрямить. И, я думаю, будет все the best. Поэтому, что, продолжаем заниматься. Погнали. Здесь я нанес шпаклевку. Будем выравнивать. Я побил, чтобы было более-менее нормально. Вот сейчас крыло осталось, капот. Надо спереди еще бампер снять. Чтобы удобнее было. По низу мы пустим антигравий и в цвет покрасим. Как-то вот так получается. Вот берем машинку мы и шкурим. Тут уже лежала шпаклевка. Видно, может быть, гнилое или ржавое было сильно. Уже шпаклевка была. Я ее сейчас зашкурил. Вроде посмотрел. Оно вроде, ну, нету тут гнилого, чтобы тырка там была. Вот. Сейчас доделаем до конца. Капот пойдем. И потом уже спереди. Ну и все. Сегодня постараюсь загрунтовать. И обязательно, ребят, когда, если кто-то красит, да, еще не особо знает, сдувайте пыль вот здесь, с кантиков, со всех. Потому что, когда будете красить, эта пыль может к вам попасть на базу. Машину мы закончили шкурить. Сейчас шпаклевочку там выровняем. Левую дверь. Ну и так, по мелочи, где вот жучки были, то все. Что-то я растопил. Вообще жарища такая невыносимая в гараже. Вот. Машина уже готова. Сейчас вот здесь еще выровняем до конца. Спереди все мы сделали. И, я думаю, наверное, сегодня мы ее загрунтуем. Будем обклеивать и грунтовать. Вот. Это будет вторая часть второй машины. Мы ее загрунтуем. И на этом, наверное, ролик будет заканчиваться. В принципе, ничего сложного. Машина довольно-таки ровная по кузову. Нет никаких таких проблем, чтобы прямо, ну, мятины где-то были. Как вот на предыдущие автомобили. Тоже семерки. Вот. Я думаю, сегодня загрунтуем. И в понедельник, потому что выходными я не будет. Я думаю, в понедельник мы попробуем ее уже покрасить. Мы ее покрасим во вторник, наверное, вторник, среда. Ну, как она уже подсохнет. Мы гараж натопим тоже. Я думаю, она высохнет. И будем ее собирать и выставлять на продажу. Ну, естественно, помоем и на продажу. Еще нужно... Здесь есть одна такая заквозка на этой машине. Либо что-то со стартером, либо что-то с маховиком. Я так думаю, что, скорее всего, пипец маховику. Но. Мы снимать будем коробку. Будем смотреть. Но изначально мы сделаем... Посмотрим стартер сам. Разберем стартер. Посмотрим зубчики на маховике. Если им пипец, то снимаем коробку. Меняем маховик. Если нет, то меняем стартер. Потому что была такая проблема со стартером. Вжимной не работал. То там, то тут, то тут. И в итоге, короче, что-то из трех, там из четырех один собрали. И один хрен такая же фигня. Она не заводится. Она прокручивает. Либо есть схваты, то треск такой сильный идет. Вот. В принципе, я думаю, сегодня постараемся загрунтовать уже машину. Сейчас мы доделаем. Осталась, в принципе, фигня. Здесь сейчас вот эти вот, где жучки были, мы зашпаклевали, все зачистили. С той стороны тоже самое. Дверь, где мятина была, я наложил там шпаклевки. Сейчас мы ее выровняем. И тогда уже начнем мы подготавливать грунту. Пыль все уберем. Откроем, может быть, гараж. И начнем грунтовать. Так, ребят, ну что. Берем мы вот такую длинную и начинаем шкурить вот эту шпаклевку. Сейчас я поставлю сюда, наверное, вот так и сделаю. Вот. И у нас шпаклевка шкурится. Чтобы, ну, выравнивать плоскость, мы идем не вот так как-то, а идем вот так. Или вот так, крест-накрест. Вот мы вот так зашкуриваем. Вот так. Ну и продолжаем. А дальше крыло. Крыло так же зашкуриваем примерно, что-то вот наподобие вот так. Чтобы, ну, сделать кантик. Можно поменьше взять. Но крыло у меня я сейчас попозже доделаю. Вот. Сейчас вот помелочью так все сделаю. Где вот рыжики были, я их зашпаклевал. И я думаю, они пойдут нормально. Ничего страшного с летом не будет. Вот. Ну и все. Как-то вот так у нас. Ну и продолжаем дальше, ребята, заниматься. Сейчас по кругу пройдем всю машину. Ну, где я зашпаклевал. И я думаю, надо будет готовить грунту. После грунта на сегодня, наверное, будет все. Потому что пусть он хотя бы сутки постоит, грунт. Потом будем его зачищать. Не замывать, а зачищать. Вот. Это я вам тоже расскажу, покажу. Кто-то замывает, кто-то зачищает. Вот. Поэтому погнали, что дальше. Что? Мы закончили машину шкурить. Шпаклевку все вывели, как могли. Все вроде получилось более-менее хорошо. Начинаем обклеивать машину. И я думаю, начнем скоро грунтовать. Сейчас эту сторону мы уже обклеили. Осталось обклеить еще сзади. Спереди и сбоку. И начнем мы ее грунтовать. Особенно после ее смерти. Машина почти готова для грунта. Я так скажу. Вот. Осталось мне вот здесь подшкурить. Снизу чуть-чуть. Вот здесь. Вот. Здесь, видите, мятину я вывел. Уже сделал. Все ровненько. Заклеил машину полностью. И все. Ну и все, ребят. В принципе, все готово. Сейчас я до конца дошкурю. Осталось тут минут 10, наверное. Обезжириваю машину полностью. И начинаю грунтовать. Я вам покажу, какой грунт взял. И так далее, и так далее. Поэтому сейчас я доделаю до конца. Все. И погнали. Приступаем мы к грунтовке машины. В принципе, машину все сделал. Вот она стоит. Обезжирил. Сейчас до конца еще есть моменты, где обезжирить надо. Вот. И можно грунтовать. Сейчас я вам покажу. Такой вот я грунт купил. Посмотрим, как он себя покажет, этот грунт. Сейчас будем брать, разбавлять. Так, ну что, ребят. Все. Загрунтовали мы машинку. Так, ребята. Ну что, машину мы загрунтовали. Пусть сохнет. Где-то, наверное, дня два она будет сохнуть. Потому что у меня не будет два дня. Вот. Ну, дня через два я приеду. Начну ее зашкуривать. Машину. Зашкурю. И буду наносить уже базу. Поэтому вторая часть этого ролика ВАЗ-2107 2002 года из утиля до идеала за пять дней заканчивается. Всем спасибо, кто меня смотрит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok